Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности. О главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Левышева. Заседание продолжается. Чем сегодня занята Большая Семёрка в Торонто и что предлагает Киеву Лондон? НАБУ подозревает, кому аукнутся махинации с тендерами по углублению морского дна. В Торонто продолжается саммит топ-дипломатов Большой Семёрки. О Чём дискутируют после вчерашнего украинского дня и какое предложение Киев сделал Лондон? Обо всём детальнее расскажет мой голлега Дмитрий Анопченко. Это очень сильно ощущается. Канадская встреча Семёрки не похожа на предыдущие. Американская атака в Сирии, отравление в Солсбери. Мир меняется на глазах, меняя и позиции главных дипломатов, ведущих стран мира и ЕС. Посвятив первый день встречи Украине, они теперь обсуждают и другие вызовы. В частности, Иран и КНДР. Но тема России всё равно всплывает в ходе всех дискуссий. Новые санкции против России сейчас решили не обсуждать. Ведь здесь, в Торонто, представители лишь нескольких стран ЕС. По правилам, подобное решение должно приниматься с учётом мнения всех членов Евросоюза. Но, несмотря на это, очень сильно чувствуется, дело Скрипаля стало переломным моментом. И очень серьёзно повлияло и на риторику, и на будущие отношения. Сразу в нескольких делегациях нам подтвердили, на закрытой части встреч участники саммита говорили, что действия Москвы свидетельствуют о всё большем охлаждении отношений с Западом, какого со времён Холодной войны не видели. Семёрка договорилась сохранять единство в отношении России. При этом решила держать дверь открытой, оставляя возможность для переговоров. Решено, что в итоговом заявлении саммита, а черновиков документа было несколько, будут использованы максимально жёсткие формулировки. При этом оставлен намёк, что ситуацию ещё можно исправить. Украинский министр иностранных дел Павел Климкин к этому моменту уже покинул Торонто. Завершающей точкой его визита стали переговоры с главой британской дипломатии Борисом Джонсоном. Разговор начали с обсуждения плана миротворческой операции для Донбасса. Киеву важно, чтобы Лондон поддержал именно украинский вариант размещения голубых касок. Джонсон довольно прямо сказал о поддержке Украины в конфликте с Россией. А Павел Климкин обсудил с британским коллегой идею направить на работу в Киев два десятка английских дипломатов, которых сейчас выслали из Москвы. Досконально зная российские реалии, владея информацией о настроениях в Кремле, эта дипломатическая команда может быть весьма эффективной. Дипломатическая часть встречи в Торонто завершается сегодня. И перед тем, как разъехаться, его участники, помимо прочего, рассчитывают достичь и еще одного результата – согласовать позиции для саммита Большой Семерки на уровне глав государств. А он состоится здесь же, в Канаде, уже в начале июня. Из Торонто Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала «Интер». С коррупционного скандала начинается работа весенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. Семерых нынешних и бывших членов Ассамблеи уличили в неэтичном поведении. Эта тема станет одной из главных. Что еще будут обсуждать депутаты, знает Ирина Иванова. Отчет, который потряс ПАСЕ. Почти 200 страниц подтверждений систематического внешнего влияния на решение Ассамблеи, а также действий отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Это наработки специальной комиссии. Как объяснили ее члены, речь идет о подкупе со стороны представителей Азербайджана. Но в комиссии признают, коррупционные проблемы в ПАСЕ не ограничены лишь одной страной. Из-за нехватки времени группа сконцентрировалась на расследовании одного вопроса. Обвинения касаются семерых бывших и нынешних делегатов ПАСЕ. В четверг на срочных дебатах Ассамблея утвердит по ним резолюцию. Мы были потрясены утверждениями о коррупции в наших рядах, озвученными чуть больше года назад. Решительно осуждаем практику, которая бросает тень на Ассамблею, и считаем необходимым провести тщательное, независимое внешнее расследование всех утверждений о коррупции. Фамилии пяти фигурантов, которые до сих пор работают в ПАСЕ, уже назвали. Среди них два прославившихся скандалами политика. Экс-президент Ассамблеи Педро Аграмунт, который летал в Сирию на самолете российского Минобороны. И Жорди Шукла, бывший докладчик по украинскому вопросу, который был в компании Аграмунта в Дамаске. Еще один фигурант, президент группы Европейской народной партии Чезар Флоринпреда, ушел с должности из-за упоминания в докладе. В отношении всех подозреваемых в ПАСЕ готовят санкции. Среди других вопросов этой сессии гибридная война, финансирование ИГИЛ, проблемы перемещенных лиц, а также угрозы, связанные с ксенофобией и антисемитизмом. Сегодня бюро также решило вынести на обсуждение ситуацию в Сирии, после применения там химического оружия. Из Трасбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности телеканал Интер. Вадим Рабинович все же задекларировал расходы на аренду виллы в Конче-Заспе. Об этом сообщает журналист Василий Кручак, который подготовил несколько материалов о впечатляющей жизни нардепы и о его весьма скромной электронной декларации. Кроме него финотчет политика изучают также в НАПК и НАБО. Все подробности в материале. Жить хорошо, а шикарно жить еще лучше. Элитные квартиры в центре Киева, шикарные виллы в Конче-Заспе под Киевом, а также дорогие иномарки и роскошные перелеты частным самолетам в Израиль. Такие вещи давно уже стали повседневными атрибутами жизни лидера партии «За життя» Вадима Рабиновича. Но, как известно, к хорошему привыкаешь быстро. Поэтому депутат решил поменять обстановку. Осенью переехал в новую виллу в Конче-Заспе. Площадь виллы 500 квадратных метров, участок 75 соток. А еще круглосуточная охрана, личный причал, система умный дом и бассейн. В общем, все, что нужно для комфорта. Один месяц проживания в такой вилле обходится депутату в 10 тысяч долларов. Но не изменяя своим традициям, в декларациях сумму затрат на аренду нардеп не указал. Он очень часто забывает что-то вносить в эти декларации. То дом, то земельную площадку, то право властности на телеканалы забывает внести. Вот я в это реально верю. Он просто забывает, что в него есть на самом деле. И таким образом он забывает внести в эту декларацию. Журналист Василий Курчак уверяет, виллы Рабиновича на бумаге не числятся. Но жизнь в них бьет ключом. На своей странице в Фейсбуке он опубликовал видео с камер наблюдения у виллы, которую арендует Рабинович. Согласно данным журналисток, к нардепу регулярно приезжает спонсор. Я знаю, кто это приезжал. Это приезжал его российский спонсор, друг. Ну, спонсор, это однозначно. Фукс, в яком он недавно продал, нібито, земельную площадку за больше 20 миллионов. Вот только официально земельный участок стоимостью почти в миллион долларов российскому бизнесмену продала жена нардепа. Доходы Рабиновича получили в качестве гарантийного платежа по предварительному договору купли-продажи. То есть землю еще не продали, но прибыль уже получили. Просто элементарная такая шахрайская схема, ну, в стиле Рабиновича. Ему нужны деньги для просувания своей партии в дальнейшем. И для того, чтобы взять эти деньги, он не может просто так взять деньги. Ему нужно показать, за что он получил эти деньги. Ну, не землю единой. По информации журналиста, вилла, которую арендует Рабинович в декларации нардепа, все же появилась. Но, похоже, в семье Рабиновича настоящий матриархат. Ведь арендует виллу жена нардепа. Но даже если Рабинович владеет хоть какой-то недвижимостью в Украине, это не значит, что он собирается жить в стране. Согласно информации общественников, у народного депутата есть второй паспорт. Израильский. Пользуется Рабинович им часто. Отдыхает по нему в суперотелях Израиля. Стоимость одного такого воежа около 20 тысяч евро. Подобные перелеты в теплые края в декларациях Рабиновича также не значатся. Финотчеты минордепа уже заинтересовались в НАПК. Там заявили, декларация Рабиновича за 2015-й липа. И передали документы в НАБУ. Но успеть ли расследовать нарушения, неизвестно. Ведь скоро лидеру партии «За життя» исполнится 65. И он спокойно уйдет на пенсию. Израильскую. Андрей Кровец, Вячеслав Медведев. Подробности телеканал Интер. НАБУ завершил расследование многомиллионных хищений в администрации морских портов Украины. Об этом сообщает пресс-служба бюро. Подозрения выдвинули семерым чиновникам. Их обвиняют в растрате, завладении имуществом и злоупотреблении служебным положением. После того, как они ознакомятся с материалами дела, составят обвинительный акт и направят его в суд. По данным следствия, обвиняемые организовали схему по хищению средств на госзакупках и нанесли ущерб государству на почти 250 миллионов гривен. На этой неделе Совет Нацбезопасности и Обороны может рассмотреть введение очередных санкций против России, аналогичных американским. Они коснутся банков с российским капиталом, из которых украинцы так стремительно забирают свои деньги. Эксперты считают, что из-за этого у одного из лучших в прошлом финучреждения Украины могут возникнуть серьезные проблемы в ближайшем будущем. Все подробности в материале. Стремительно теряют вес. Только за прошлый год российские банки потеряли в Украине более 8 миллиардов гривен. После введения санкций еще в позапрошлом году украинцы начали массово забирать оттуда депозиты. Отбывается подальший поступовый занепад российских банков в Украине. Мы знаем, что из пяти банков с государственным российским капиталом, которые были год назад, на разе лишилось только три, и их частка суттєво скоротилась. С 8,8% до 5,5%. Одни из наиболее сильных потерь понес Проминвестбанк, который принадлежит российскому государственному внешэкономбанку. Некогда один из крупнейших в Украине Проминвест за два года потерял более 80% активов. В 2016-м украинцы забрали оттуда 4 миллиарда гривен. В прошлом еще более миллиарда. В результате убытки банка составили более 5 миллиардов. Свою долю в Проминвестбанке российский внешэкономбанк по данным СМИ пытается продать уже больше года. Но пока что вместо приобретения новых владельцев банк лишь продолжает стремительно терять клиентов и деньги. Уже не раз эксперты говорили, что такой отток капиталов может закончиться банкротством. За последние 4 года в Украине уже исчезли 92 банка. По прогнозам в этом году обанкротиться или просто закрыться могут еще до 30 финучреждений. И в первую очередь речь идет именно о дочках российских банков. В НБУ найдут вряд ли, считают эксперты. В этом году немалые средства понадобятся для погашения кредита перед МВФ. Почти 2 миллиарда долларов. Спасать Проминвестбанк, вероятно, не станут и россияне. Владелец Проминвеста внешэкономбанк уже 3 года как под американскими санкциями. А после того, как Вашингтон на позапрошлой неделе расширил их на российских олигархов, российский финансовый рынок потерял 16 миллиардов долларов. Сейчас в американском конгрессе уже готовят новый пакет санкций. Они вновь затронут российские банки. Американцам запретят покупать их долговые ценные бумаги. Вполне возможно, что это решение поддержит и СНБО. А значит, санкции косвенно коснутся и Проминвестбанка. И без финансовой поддержки Проминвест уже вскоре может стать очередным претендентом на банкротство. Уверены экономисты. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности телеканал Интер. Венгрия в третий раз заблокировала проведение в Брюсселе комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщает Украинформ со ссылкой на собственные источники. Проведение комиссии Украина-НАТО поддержали все союзники Альянса, кроме Венгрии. Таким образом, Будапешт продолжает требовать от Украины пересмотра закона об образовании, поскольку Венгрия расценивает это как нарушение прав национальных меньшинств, поскольку реформа предусматривает постепенное увеличение обучения на украинском языке. 25 раз боевики обстреляли позиции сил АТО. Трое военных ранены. На Луганском направлении под огнем укрепления возле Троицкого, Попасной и Новоалександровки. На Донецком направлении неспокойно в районе Водяного, Верхнеторецкого и Гнутого. Все подробности, как всегда, знает Игорь Левенок. Просвистело у самого виска. Пуля снайпера вчера едва не оборвала жизнь Александра. Боец рассказывает, вражеская группа средь бела дня подкралась очень близко к позиции. Первым открыл огонь снайпер. Военные рассказывают, услышал пулю и мгновенно упал на землю. Но противник стрельбу не прекратил, а наоборот, начали еще больше поливать позицию свинцом. Бойцы не исключают, что со стороны врага могли быть и потери. А еще солдаты говорят, у боевиков на позициях произошла ротация. В этот период они слишком активны. Новички испытывают украинскую оборону. На прочность. Сейчас в районе Марьинки и Красногоровки большие калибры враг не применяет. Но ни одного дня здесь не обходится без провокаций. Под пули попадают и укрепления военных, и мирное население. Обстреливая местных жителей, при этом извиняющие Збройные силы Украины. Они это делают с помощью дискредитации украинских военных службовцев. Так как то место, где они забирают раненых, находится 3 километра от последней позиции наших Збройных сил Украины. То есть никакая зброя, ни стрелецкая, ни снайперская гунтовка, даже БМП туда не достанет. Из Донецкой области Игорь Левенок, Евгений Пахальчук, Антон Чиженко. Подробности телеканал Интер. Почти 1 миллиард долларов с 2014 года Украине выделили Соединенные Штаты Америки. Об этом заявила посол США Мария Иванович. Деньги предназначались для усиления безопасности, в том числе на технику, приборы ночного видения и радары, подчеркнула посол. По ее словам, самой важной инвестицией стало обучение, которое проводили для украинских солдат союзники из НАТО. А вот дату предоставления Украине летального вооружения Иванович не уточнила. Объем внешних займов в 2018 году станет известен после получения пятого транша от МВФ. Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк. По его словам, ожидаемый размер транша почти 2 миллиарда долларов. После его получения должен стабилизироваться курс гривни, и Украина сможет рассчитывать на деньги от ЕС и Мирового банка, добавил министр. Тем временем оппозиция критикует условия МВФ для выделения Украине очередных траншей. Кроме создания антикоррупционного суда, фонд также требует от Киева очередного повышения тарифов на газ для населения, напоминают в эпизационном блоке. В политсиле считают, что Украина не должна слепо выполнять все пожелания МВФ, а сосредоточиться необходимо на развитии собственной экономики. Вместо того, чтобы рыскать по миру в поисках кредитов, и унижаться, и принимать требования, которые несовместимы с нормальной социальной политикой в стране, надо заниматься реальным сектором экономики, надо поддерживать свои предприятия, самим зарабатывать деньги. И тогда каждый житель нашей страны не будет должен астрономические суммы, включая младенцев, кредитов, которые уже набрала сегодняшняя власть. Мы категорически против тупого исполнения требований МВФ, поэтому мы считаем, что сегодняшняя власть не способна справиться с вызовами, которые есть перед страной. И правительство должно уйти в отставку. Миллиарды гривен на ремонт дорог ушли в неизвестном направлении в Полтаве. Такое заявление сделал народный депутат Сергей Каплин. Сегодня лидер СПУ устроил в городе рейд с проверкой качества ремонта местных трасс. Возле каждой ямы он поставил табличку с фотографией мэра города Александра Мамая, поскольку именно он, по словам депутата, несет ответственность за некачественный ремонт дорог. А вот яма Мамая. И таких ям по всему городу, несмотря на то, что было выделено только протягом этого года несколько миллиардов гривен на так называемый ремонт, безлеч. Мы развертаем с сегодняшнего дня нашу кампанию по всей стране. Я лично принесу покрышки, которые уничтожены, убиты, погнуты, разорваны персонально керевнику Украинской Афтодории. На комитете питаний социальной политики мы поднимем питание про выставку керевника Автодорова. Мы начинаем наш потужный, великий, всеукраинский рейд в борьбе за гидные дороги. Дороги – это, перед всем, отношение влады к людей. Также, по словам нардепа, Минюст решил присвоить себе заслуги профсоюзов. В этом месяце, благодаря договоренностям между профсоюзами и собственниками, удалось добиться погашения долгов по зарплате, в частности, на предприятиях Ривный Азот и Севердорецком Азоте. Общая сумма выплат составила почти 40 миллионов гривен. За это профсоюзы боролись не один год, по словам народного депутата. Вы смотрите подробности, вот что у нас во второй части. Фортуна-лотерея. Как Минобразование будет разыгрывать возможность пойти в первый класс? На замок Европа ужесточает миграционные правила. За что теперь можно попасть за решетку? Армянский гамбит. Премьер-министр страны Серж Сарксян подал в отставку. Что дальше? Новость номер ван. Что больше всего волнует сегодня жителей Великобритании? Повысить цену на газ для населения практически вдвое планирует Нафтогаз. Считать по-новому могут начать уже в июне. Монополист подал правительству свой вариант изменения тарифов, в котором хочет уменьшить социальную норму потребления газа и назначить две цены. Как такая инициатива может ударить по карманам потребителей, разбирался Александр Васильченко. Действующую цену на газ заставить, но еще уменьшить социальную норму потребления, предлагает украинский монополист. По расчетам Нафтогаза, все, что будет потребляться сверх лимита, вырастет в цене на 60-65%. То есть с июня 2018-го стоимость газа сверх нормы может увеличиться практически до 11 тысяч гривен, а с октября до 11,5 за тысячу кубометров. В свою очередь норму потребления топлива НАКТ намерен урезать. Итак, уже заниженная норма потребления газа, которая на сегодняшний день функционирует, ее планируется еще занизить, и те, кто не будет справляться с этой заниженной нормой, а таких будет большинство, будут вынуждены платить более чем рыночную цену на газ. Мы имеем более 80% собственного газа, если мы говорим, для нужд населения. А в то же самое время нам предлагают поставить цену так же, как на уголь. Это импортный, по импортному паритету, плюс доставка в Украину. С нашей точки зрения это не является рыночным ценообразованием. Увеличение цены на газ в прошлом году в первую очередь легло на плечи населения, утверждают эксперты. Часть в виде субсидий погасила государство, но этого не хватает, и потребители все равно переплачивают. Переплата начинается от 35 миллиардов гривен. Если сейчас добавят еще вот эти 65%, которые предлагает НАК «Нафтогаз» Украины, население дополнительно должно будет заплатить где-то порядка еще 40 миллиардов гривен. Ну то есть понятно, там частично будет компенсироваться за счет субсидий, частично государства, но в целом мы понимаем, что дополнительно с рынка «Нафтогаз» хочет взять 40 миллиардов гривен, которые пойдут в бюджет, которые дадут возможность снова-таки платить миллионные зарплаты руководству «Нафтогаза». Повышение тарифов, подчеркивают эксперты, одно из ключевых условий МВФ для получения очередного практически двухмиллиардного транша. К тому же «Нафтогаз» намерен уравнять цену для населения и промышленности. Тем не менее, утверждает Валентин Землянский, даже в нынешних экономических условиях тарифы на топливо можно снизить. Более того, тарифы можно снизить порядка вдвое. Да, вот мы говорим о том, что 3,5 тысячи гривен – это абсолютно подъемная цифра. Это моментально перестанет идти нагрузка на бюджет в виде субсидий. Да, это станет скромнее финансовый поток в пользу НАК «Нафтогаз Украины». Его руководству придется ужаться с точки зрения зарплатных аппетитов и премиальных. В свою очередь, эксперты уверены – правительство не захочет поддерживать инициативу «Нафтогаза». К тому же, двойная цена увеличивает риски манипуляции с газом. Александр Васильченко, Вадим Сверидонов. Подробности – телеканал «Интер». Кабмин и Стэнфордский университет подписали договор о сотрудничестве. Его цель – это дальнейшее реформирование госслужбы в Украине. Поделиться своим опытом в рамках повышения эффективности работы чиновников в Киев приехал американский профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма. Он провел встречу с главой правительства Владимиром Гройсманом. Новый проект должен помочь исследовать недочеты в работе госслужбы, исправить их. И в Украине подобный эксперимент проведут впервые. Украинскую государственную службу нужно приходить в уряд и изменять свою участие. Мы должны повернуть эту застарелую, очень консервативную машину государственной службы. Наша амбиция будет следующая, чтобы мы сделали одну из самых сильных стран света. Краин с сильной демократией, с сильной экономикой, с сильной судовой системой. Современная, профессиональная, беспристрастная государственная служба это то направление, которое не получило в свое время должного внимания. Но сейчас в Украине есть лидеры, которые готовы внедрять изменения. В школу через лотерею Минобразование публиковало приказ о жеребьевке для первоклассных. Для зачисления в школу родителям нужно написать заявление, подать пакет документов, копию свидетельства о рождении, медсправку. А дальше путем жеребьевки определят, кто займет свободные места в классе. Приоритет будут отдавать тем, кто проживает в районе, где расположена школа. Образовательную лотерею уже раскритиковали политики. По мнению оппозиционеров, лотерея при зачислении в школу и зависимость от места проживания – это крах системы образования. Об этом говорится в официальном заявлении Политсилы. Родители одной школы Вишневого готовятся перекрывать дороги. Они недовольны тем, что дети вынуждены учиться в три смены. С чем это связано, разбиралась Ксения Барвиненко. София учится в четвертом классе уже два года. Детям обещают достроить новый корпус школы. В старом же почти невозможно учиться. Занятия проходят в три смены. На переменах ученики не выходят из классов, ведь в школе в прямом смысле тесно. Здание рассчитано на 300 детей, а занимаются там больше тысячи. В едальне тоже переполнена едальня вся, спортзалы переполнены. На перерыве не можно походить, потому что очень сильно переполнена школа. Школьный долгострой находится через дорогу от старого корпуса. Трехэтажное здание способно вместить более полутора тысяч учеников. Его строят уже 12 лет, а дети тем временем занимаются в жилом доме. Очень долгое время эти помещения стояли без ремонта. В прошлом году при поддержке районной администрации Киева-Светошинской был сделан ремонт косметический. Чтобы закончить строительство, необходимо 30 миллионов гривен. Родители уверены, деньги есть. Но чтобы их выделили, проект должны утвердить на сессии облсовета. Родители переживают, школа настолько переполнена, что в случае чрезвычайной ситуации дети не успеют покинуть здание. Узнать, почему Киевский облсовет до сих пор не выделил деньги, родители пришли к его главе Анне Стариковой. Но чиновница оказалась в командировке. Обращение с требованием созвать в неочередную сессию зарегистрировали. И пошли на прием к главе администрации. Александр Горган пообещал, депутаты соберутся в ближайшее время. Это перехибный объект. Идет мова про его дофинансирование. И я вас запевняю, это вопрос на моем личном контроле, чтобы это было невредно сделано. Гроши сразу департаментом финансов будут перерахованы на департамент капитального строительства. И их отримает подрядная организация. Негайно. Но обещаниям чиновникам родители не верят. Поэтому готовятся к борьбе за школу радикальными методами. Обещают перекрыть один из подъездов к столице. Ксения Барвиненко, Алексей Шматов, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер. Хельсинский союз требует расследовать поджог лагеря ромов на Лысой горе в столице. Правозащитники считают, что уничтожение поселения грубо нарушает права человека, а преследование его жителей является недопустимым, так как разжигает межэтническую нетерпимость. Союз призывает руководство Голосеевской райгосадминистрации провести расследование действий националистов. Напомню, в исторической части Киева на Лысой горе сожгли лагерь ромов, которые жили там в течение довольно длительного времени. Почти полмиллиона гривен и пять лет тюрьмы с отсрочкой наказания. В Хмельницком осудили бывшего начальника центрального отделения милиции этого города. Суд признал Сергея Войтюка виновным в избиении частного предпринимателя. Все подробности в материале. История Артура Старожука началась семь лет назад. Тогда неизвестные сожгли его машину. Сотрудники милиции, которые приехали на вызов, обвинили в поджоге. Самого предпринимателя. Когда мужчина попытался доказать, что невиновен, его избили. Дело об избиении Старожука расследовали в центральном отделении милиции, которым руководил тот же подполковник Сергей Войтюк. Потом материалы передали в прокуратуру. Но и там в действиях милиции состава преступления не увидели. Пять разів закривалась криминальная справа, криминальное проведение следствия прокуратуры. И поновлювалось расследование лишь в результате ухвал судов, судов апелляционной инстанции. Лише в 2016 году прокуратура, следствия прокуратуры, в конце концов, мы еще поняли, что достаточно собранных доказательств для передачи справа до судов. В прокуратуре такое затянувшееся разбирательство объясняют по-своему. Дело было слишком сложным. В конце концов, дело дошло до суда. И уже бывшего на тот момент милиционера признали виновным в избиении Артура Старожука. Его приговорили к пяти годам заключения. С испытательным сроком три года. Мы попытались связаться с Сергеем Войтюком, чтобы получить его комментарий. Но общаться перед камерой он отказался. Будет ли бывший милиционер подавать апелляцию, пока неизвестно. Лариса Светловская, Тарас Тарасов, подробности телеканал Интер, Хмельницкая область. Премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку на фоне массовых протестов, которые продолжаются 11-й день. После этого решения люди на улицах Еревана буквально пустились в пляс. Из СИЗО выпустили троих арестованных ранее оппозиционеров. Среди них организатор этих протестов Никол Пашинян. Напомню, вчера армянская полиция арестовала более 250 участников протеста. Оппозиция считает, что Армения перешла к парламентской форме правления, чтобы экс-президент Серж Саргсян снова смог сосредоточить в своих руках власть. 20 лет за решеткой. Такой переговор получил подозреваемый в организации парижских терактов. Салаха Абдеслама осудили в Бельгии. Правда, по другому делу. За перестрелку с полицией во время задержания. Все детали нам расскажет Елена Абрамович. Без жертв и без обвиняемых. Только представители сторон. Так уголовный суд Брюсселя объявил свое решение. Салах Абдеслам был здесь только на одном слушании, так как находится в тюрьме во Франции. Там его ждет суд по делу парижских терактов. В Брюсселе же его судили за покушение на жизнь полицейских при задержании в Бельгии. Еще до начала суд предупредил. Преступника в зале не будет. Кажется, уже окончательно подтверждено, что заинтересованных сторон не будет. Присутствие не обязательно. Свидетельств от Абдеслама давно ждут родственники погибших. Он единственный, кто выжил из участников теракта в Париже осенью 2015 года. Но во время предварительных слушаний говорить отказался. Его последователи восприняли это как героизм, а семьи жертв стали требовать жесткого наказания. Для нас очень важно быть сегодня здесь, потому что все жертвы имеют право знать правду и наблюдать за процессом. Мы часть большой истории террористических актов от Парижа до Брюсселя. И имеем право знать, что произошло. Суд вынес приговор 20 лет за решеткой. Ровно столько, сколько просили прокуроры. Еще больший срок 30-летнему Абдесламу грозит во Франции, где его будут судить по сути за организацию терактов. Если его осудит уголовный суд Парижа, а это может произойти в течение следующего года, то я думаю, поскольку приговоры совокупные, ему сначала придется отсидеть во Франции, потому что это приоритетное дело. Абдеслама задержали в Брюсселе весной 2016-го. Напомню, во время терактов в Париже в 2015-м, после участия в которых он сбежал в Бельгию, погибли 130 человек. Более того, подозревают, что именно Абдеслам завез в Бельгию не менее 10 террористов из Сирии. Из Брюсселя Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Год тюрьмы за нелегальный въезд в страну. Франция после продолжительных споров ужесточает миграционное законодательство. А в соседней Германии обеспокоены участившимися нападениями со стороны беженцев на почве антисемизма. Обо всем подробнее расскажет Татьяна Лагунова. 60 часов дебатов и спорный закон одобрен. Национальное собрание Франции разрешило ужесточить миграционное законодательство. А именно сократить срок подачи ходатайства, о предоставлении убежища с 4 месяцев до 3. И ускорить рассмотрение документов, чтобы принять решение у миграционных служб, теперь будет полгода. А за нелегальный въезд во Францию будут сажать в тюрьму на год. Голосование закрыто. За проголосовали 228 депутатов, против 139. Закон одобрен. Чтобы закон вступил в силу, его еще должен одобрить Сенат. Там документ рассмотрят в июне. Об ужесточении условий, думают и в Германии, но не миграционного законодательства, а мер по борьбе с антисемитизмом. Немцы говорят о новом феномене. После массового приезда в страну беженцев участились нападения на евреев, которые проживают в Германии. Дискуссия на высшем уровне разгорелась после инцидента в Берлине. Несколько дней назад группа неизвестных ремнем жестоко избила двух молодых людей. Только за то, что те носили кипу. Один из нападавших добровольно пришел в полицию и сознался в седейном. Ему 19, он сирийц. Два года назад прибыл в Германию как беженец. Обеспечить безопасность евреев, которые живут в Германии, пообещала лично Ангела Меркель. А еврейская община страны призвала берлинцев в знак солидарности в эту среду надеть кипы. Татьяна Лугунович, Слав Фролов. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Сегодня в Лондоне на свет появился правнук Елизаветы II. У Кейт Миддлтона и принца Уильяма родился третий ребенок. Это мальчик, и это главная новость Великобритании, которая затмила собой все политические перипетии. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Уже традиционно, как только становится известно о начале схваток у герцогини Кейт, возле больницы Святой Марии выстраиваются сотни фанатов королевской семьи. Некоторые гневали и ночевали здесь уже несколько недель. Также тут сотни журналистов со всего мира. Все ждут, когда на этих ступеньках появятся счастливые родители с новорожденным. Сегодня все новости о Брексите и парламенте отошли на второй план. По крайней мере, на несколько дней маленький принц станет самым популярным ребенком в мире. До последнего было неизвестно мальчика или девочку ждут принц Уильям и герцогиня Кейт. Как и во время предыдущих беременностей, они решили не узнавать пол ребенка до родов. Это уже третий малыш в семье будущего короля. И он стал пятым в очереди претендентов на британский трон. После дедушки принца Чарльза, отца принца Уильяма, брата и сестры. Пятилетний принц Джордж и трехлетняя принцесса Шарлотта уже навестили новорожденного братика в роддоме. К этому ребенку гораздо меньший интерес публики. Главным был первый ребенок принца Джордж, ведь он станет будущим королем, а этот ребенок вряд ли займет престол. Впрочем, интерес к его рождению все равно сохраняется, тем более на фоне свадьбы принца Гарри и Меган Маркл уже в следующем месяце. Как и с принцессой Шарлоттой, герцогиню выписали из больницы буквально через несколько часов после родов. И вся большая семья уже отправилась из роддома домой. И по традиции одной из первых посетительниц стала личный парикмахер Кейт. Она готовит герцогиню к появлению на публике. А на специальном пюпитре во дворце Букингевского дворца уже выставили весть о рождении ребенка. Из больницы бумагу с эскортом доставил королевский вестовой. Публике сообщают пол ребенка, вес 3,8 кг и состояние матери и новорожденного. Оба чувствуют себя хорошо. Принц Уильям уже традиционно присутствовал при рождении сына. Первое появление правнука сообщили ее величеству Елизавете Второй. Сейчас главная интрига как назовут нового члена королевской семьи. Больше всего ставок в букмекерских конторах на имена Артур, Альберт и Филипп. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин, подробности Британское бюро телеканала Интер. В Эмиратах сегодня снова загорелся небоскреб. В Китае впервые сфотографировали неизвестную часть Великой Стены, а в Панаме появился первый дворец из пластиковых бутылок. Обо всем этом прямо сейчас. В британской столице прошел ежегодный лондонский марафон. Его участниками стали почти 40 тысяч бегунов. С погодой атлетам повезло плюс 23. На маршруте установили душевые и киоски с водой. Старт забегу дала королева Елизавета. Правда дистанционно нажал на специальную красную кнопку в Виндзорском замке. Победителями стали спортсмены из Кении. Они завоевали первые места среди мужчин и женщин. Британское правительство призывает соцсети усилить онлайн защиту для детей. Министр здравоохранения Джереми Хант уверен, руководители соцсетей скрывают, что пользование сервисами негативно влияет на психологическое развитие ребенка. До конца апреля собственники соцсетей должны предоставить правительству свои предложения по сокращению времени пребывания детей в интернете. В Дубае загорелся небоскреб Алмаз. Из-за пожара пришлось эвакуировать почти 100 человек. Никто не пострадал. До 2009 года это 68-этажное здание было самым высоким в городе. Его возвели на одном из искусственных островов. В небоскребе находятся офисы компании, которые специализируются на продаже драгоценных камней. Неследованную ранее часть Великой Китайской Стены удалось заснять с помощью дрона. Видео опубликовало агентство Синьхуа. Эта часть древнего строения протяженностью почти 2 километра находится в провинции Леонинь. Из-за горного рельефа она недоступна для посетителей и соответственно не реставрирована. Местность, окружающую именно эту часть стены, в Китае считают очень живописной. На Панамском острове Бокас-дель-Тора появился первый в мире дворец Безо своим проектом хотел показать как можно использовать пластик. Он стал первым иностранцем удостоившимся специальной эко-премии Панамы за свой проект. В данный момент канадец работает над тем, чтобы построить из пластиковых бутылок небольшой населенный пункт. В Бразилии состязались лучшие бодибилдеры Южной Америки. Конкурс основал Арнольд Шварценеггер еще в 1988 году США. С тех пор соревнования проводят по всему миру. В Сан-Паулу конкурс проходит уже шестой раз. В нем участвовали несколько тысяч атлетов. В программе также были выставки, посвященные здоровому питанию, показательные бои и спортивные танцы. Это все новости на сегодня. Легкой и удачной нам всем недели. И до встречи завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова